Всем привет! Это Крафт Шоу, меня зовут МД Рамон и добро пожаловать в новую передачу, новое шоу на нашем канале, которое называется По серверам. И сегодня мы находимся на сервере, который называется ТАУ. Это, насколько я понимаю, шестой сервер у сети серверов Вуркрафт. И со мной вместе Сату. Привет, ребята! И Эксбазон. Очень рад видеть. Вот, это два администратора данного сервера, которые покажут нам сегодня их новый сервер, который, насколько я помню, совсем недавно открылся. Он открылся. Сейчас в открытом бета-тесте. Исправляем недоработки, стараемся. И мы сделаем такой небольшой сникпик данного сервера, посмотрим, что здесь предлагается. Но я сразу вам могу сказать, что спаун просто изначально выглядит шикарно. Все очень круто. То есть заходишь сюда и сразу чувствуешь такой вот RPG-шный стиль. Это вы вдвоем строили? Да, мы начали вдвоем. В итоге привлекли, наверное, весь коллектив к строительству. Вначале мы просто решили вспомнить старые времена, построить что-нибудь большое. Посмотрим еще, что дальше. То есть это спаун, зона спауна. Сервер у нас, данный сервер является RPG-шным. То есть роллплей. Да, роллплей во всех смыслах. То есть мы стараемся поддерживать атмосферу тех самых старых RPG-игр. Который, наверное, многие любят. Сам спаун, архитектура и игровой режим, они все к этому просто привлекают по полной программе. Направляют. Да, направляют. То есть на самом деле геймплей здесь творят сами игроки. Каждый волен делать то, что ему захочется. Мы лишь подготовили для них базу, где им можно будет развернуться. Можно даже сказать, в некотором случае мы их вынудили объединяться, создавать деревни, города. Судя по всему, здесь опасно в одиночку ходить, насколько я понял. Очень опасно. А граби не успеешь оглянуться. Ну это, в принципе, даже интересно. Здорово. Хорошо, давайте посмотрим, куда дальше человеку предлагается идти. То есть я тут теряюсь. Можно и вниз спуститься, можно и куда-то прямо пойти. То есть отсюда, если спуститься вниз, то попадаешь уже непосредственно в игровую зону, вне спауна. Если пройти дальше, то исследуешь сам спаун. А, здесь у нас... Я просто сейчас пройдусь так вперед немного. Это у нас здесь вход в это здание, да? Это главные ворота города, которые ведут к лестнице, которые ведут к пантеону, которые ведут во все остальные части города. Ага. А внизу это просто у нас как бы деревушка, да, некая? Это, да, пригород такой. Это только одна половина на самом деле. Хорошо. Я начинаю теряться, я начинаю теряться. Давайте показывайте, ребята, тогда, куда идти. Я заеду сразу через внутреннюю спанну наверх, как пойдут игроки, если они пойдут на спанну. Да, давайте идти вот как предлагается игроку. Вот только он пришел, куда ему лучше идти? Я думаю, да, ему стоит осмотреться на городе, потому что пока город пустует, но мы обязательно будем работать над тем, чтобы заселять его игроками. На сервере нет телепортации, поэтому, по сути, этот город ничем не отличается от городов игроков. То есть до него точно так же нужно идти пешком, сохраняя там свое имущество, которое ты хочешь продать. Вот эта главная площадь в Пантеоне, она, как видите, предназначена для разных павильонов, которые в будущем будут доступны всем игрокам. Здесь каждый сможет купить свой магазин, освоить торговое ремесло, продавать свое добро, потому что здесь очень много классов, каждый из которых может предложить что-то свое. И он одновременно зависит от других классов, и другие классы зависят от него. Поэтому торговля здесь очень распространена, и каждый из них используется спросом. То есть я могу выкупить какой-нибудь из этих мест, да, и организовать здесь свою лавку какую-нибудь по торговле. Например, если ты выбрал класс инженера, то можете торговать дорогими блоками или... Так, а если я выбрал класс Некромант? Некромант, я очень люблю. Зелиями, да. Зелиями, о, здорово. На самом деле Некромант, у него одна особенность, если он больше подходит для уже старых групп игроков, он их усиливает многократно, и... Такой сатур, да, получается? Да, то есть ему очень трудно играть в начале, потому что нужно добыть все ингредиенты, как минимум подходить. Становится незаменимым классом поддержки и две группы. И группа, в которых есть чернокнижник, его зелиями усиливает, и победа почти гарантирована. Ну это подводит тогда к следующему вопросу. Получается, здесь какие-то есть и данжи? Данжи, да, не равны. Но будут. Обязательно. То есть, чтобы, получается, группа могла пойти, да, и там в сражении добыть какой-нибудь лук интересный. И я еще почитал там про классы. То есть, у одних более усилена добыча, например, у шахтера, да, возьмем шахтера, к примеру, класса. Да. Он более быстро добывает, да, ресурсы? Нет, как раз таки... Шахтер только и может добывать ресурсы. Это единственный класс, который может добывать руду, что делает его вообще незаменимым. Но с другой стороны, если ему понадобятся хорошие инструменты, он не сможет их скрафтить, ему для этого понадобится кузнец. А кузнец нуждается в шахтере. Да. Все прямо настолько RPG-шно. То есть, шахтер не смыслается в пиццере, чтобы выжить. Я понял, я понял. Здесь все изначально заточено под командную игру. Даже, в принципе, здесь можно играть в одиночку, но не контактируя с другими игроками, не запрашивая у них помощи, ты мало чего достигнешь. Я думаю, что можно двинуться из этой площади немного дальше, показать парочку небольших улочек. Да, вы показывайте, потому что я тут начинаю уже потихоньку поселяться, уже выбирать себе комнату, где я кровать поставлю. Шучу, конечно. Мы стараемся сделать так в будущем, чтобы каждый дом, который есть в этом городе, можно было купить. То есть, здесь практически нету зданий, которые... Так как здесь нет плагина привата WorldGuard, который стал привычным для многих игроков только Тауни, а создать город немалая сумма требуется. Ну да, то есть, тут нельзя просто прийти, заприватить себе свой домик и жить ни о чем не думая. Здесь нужно постоянно трястись за свое имущество, как-то стараться организовать свою жизнь. Так, я сейчас пытаюсь вспомнить, где у нас выход к храму. Если его так что пропустил, поднимись наверх. Черт. Вот здесь у нас дерево мудрости. В один прекрасный момент, один из наших модераторов, Кацура, который любит всякие такие вещи магические, он засеял практически весь город разного рода деревьями, вот такими большими. С другой стороны, мы потом увидим, есть еще более большое дерево. Они добавили вот какой-то такой... Антураж. Магический настрой, да. Мы можем зайти вот в эту башню синим куполом для начала. Она, конечно, тоже, хоть и не достроена, но уже выглядит. Да, я напомню зрителям, что вы не будете летать по умолчанию, как бы, смотря на нас троих. Мне просто с барского плеча предоставили эту возможность в качестве обзорщика. Поэтому, учтите, здесь перемещения будут очень опасными и интересными, я так подозреваю. Нужно учитывать то, что на сервере нету телепортации как таковой. Ни команд хоум, ни команд спаун, то есть нужно ходить пешочком. Но, с другой стороны, здесь есть мод Мокви Эйчерс, который добавляет множество разных животных, в том числе, например, лошадей и даже великолепных животных пегасов, которые очень быстро ускоряют перемещение по серверу. То есть, пока я участвовал в бета-тесте с остальными игроками, мы часто отправлялись на спаун, чтобы продать свое добро, используя именно пегасов, поскольку идти нужно было довольно долго, и, к тому же, опасно, поскольку другая фракция, которая с нами воевала, постоянно нас подстерегала и ждала, когда мы выйдем на опасные просторы. Вот от этого дерева, раз уж мы идем пешком, давайте спустим по лестнице. При библиотеке, да? Да, справа у нас библиотека. Она несет пока что просто декоративный характер. Как и множество здесь зданий. Да, большинство зданий пока что декоративные, но, я думаю, всех заинтересует здание, которое у нас будет слева. Зато здесь стол зачарования, конечно, без книг, без вокруг. Ну, наверное, зачаровывать можно, да, использовать его? Да, можно. То есть, это одно из таких мест, где можно халявно зачаровать доспехи, не тратить на все это. Это у нас такое министерство торговли, можно так назвать. Это админ-шоп, но он примечательен тем, что здесь нельзя покупать. А что здесь можно? Здесь можно как раз-таки продавать свои ресурсы. То есть, мы стараемся направить игроков так, чтобы они торговали друг с другом, а не с админ-шопом, потому что, на самом деле... Нет, ничего скучнее торговли с админ-шопом. Да, это очень скучно. То есть, получается, если шахтер только может добывать ресурсы, то только он, да, здесь может торговать? Или просто кто-то другой может у шахтера выкупать? Нет, здесь труд с одной стороны. Если кто-то другой хочет торговать в админ-шопе, то он волен добывать дерево. Все могут добывать дерево. Ну, здесь... В чем мы не огранили. Интересуются только рудами и деревом. То есть, на самом деле, это способ сколотить первоначальный капитал. На самом деле, большинство игроков практически не возвращаются на спаун, поскольку до него еще нужно дойти, а многим просто лень. Поэтому они просто делают нескольких походов сюда, продают самые свои ценные вещи, получают какой-то капитал, чтобы открыть город, и дальше уже начинают развиваться в нем. То есть, это просто как такая стартовая помощь. Ну, здорово. Ух ты. Не показалось ли кто-то в картину только что зашел, да? Да, это один из секретов этого места. Можешь сам попробовать. Аккуратно. Так, сейчас попробую. Воу! Окей! Еще. А у вас нет разрешения для использования этого предмета. Ай-яй-яй. Да, не каждый может управиться с такими агрегатами. Ну, а сюда, в принципе, при желании можно забраться и без... Да, если прыгнуть, хорошенько. Да, все так устроено, что каждый игрок может сюда забраться, если вовремя обнаружат это место. И мы потихонечку добавляем всякие такие секреты. На самом деле, такие места есть практически на каждом сервере нашего проекта. Они просто добавляют такую толику ролеплея во все. Например, на Омеге очень много скрытых админшопов, которые продают предметы, например, губки или паутину, которые нету в обычных магазинах. Но их нужно сначала найти. Давайте тогда спустимся вниз. Уж совсем-совсем вниз. А как игроки между собой торгуют? С помощью каких-то табличек, сундуков? Здесь есть тот же самый чест-шоп, к которому все привыкли. Единственное, что те товары, которые ты можешь продавать в чест-шопе, они ограничены твоим классом. То есть, если, например, ты шахтер, ты можешь продавать руды, но можно даже не пытаться делать магазин, который продает броню. Это не для тебя будет просто. Понятно. Так, и мы спускаемся в темный район. Это здесь различные разбойники, да, обитают? Да, он очень темный, очень опасный будет в какое-то время. По легенде, по крайней мере, которую мы составили, это район, в котором когда-то жили шахтеры, не любящие дневной свет. Дварфы, да? Давайте прямо говорить. Дварфы. Дварфы. Да, они построили вот этот район в городских стенах. Здесь есть такой темный переулок. Где можно вести тайные торговые сделки. Да, или, может, кого-нибудь ограбить. Но мобы здесь не спаунятся, насколько я вижу. В городе, конечно, нет. Но мы планируем сделать... В городе... Город стоит на огромной скале, в которой довольно много разных пещер, в которых мы планируем сделать несколько таких данжев. Просто мы столько всего хотим внедрять, то, что просто элементарно не хватает на все это времени и сил. А это гиперское дерево. И это достаточно для пегасов. Сейчас я взлечу повыше облаков, а то не видать. Вот, все, вижу. Так, давайте тогда поплетим в город. Ну вот, вижу то большое дерево, но оно еще недостаточно большое, да, насколько я понимаю? Нет, это еще не большое дерево. Большое дерево с другой стороны. Да, вот. Вот оно, большое дерево. Такой ба-баб. Тут какой-то паркур скрыт тоже, да? Небось, внутри. Пока еще нет, но обязательно будет. На самом деле, тут я потихоньку работаю над путем. При желании можно забраться на самую-самую вершину вот этого вот пантеона. Будет когда-нибудь. И оттуда прыгнуть в сток сена, да, я так подозреваю? Ну, наверное. Просто само здание довольно большое, с него трудно прыгнуть. Но на самом деле, да, это, наверное, будет самая высокая точка в игре, потому что находится он наш на высоте 250. И занимает всю доступную высоту, которую позволяет игра. Мы стараемся прорабатывать все аспекты игры. То есть у нас мы стараемся сделать качественный сайт, качественно связать его с сервером, качественно сделать сами сервера, просто чтобы сделать такое ощущение законченного проекта. Куда отправляются сами игроки? То есть все, они здесь что-то... Сами игроки спускаются со спауну. Если ты сейчас вернешься на спаун, то ты увидишь здесь по бокам две лестницы. Они, собственно, идут вниз на главную дорогу, которая уже выводит себя из-за предела города, где начинаются так называемые пустоши. Это то, как в тауне называются места без привата, где нет городов. Насколько я помню, Wilderness. Да, по-английски Wilderness, по-русски пустоши. Здесь мы проходим еще мимо нескольких домиков. Там скрайне небольшие фермы. И ветряная мельница, я вижу, тоже такую прикольную форму. Да, весьма странную. Главляет антуража. Вот это здание, это конюшня. Пока что коней здесь не очень много, потому что их довольно трудно найти пока что. У мода есть свои недостатки. В частности, то, что лошади спавнятся так, где им хочется, а не где они должны. Это да. Поэтому, если игрок нашел лошадь, он бережет ее, как зеницу ока. Я думаю, здесь мы уже сможем увидеть несколько животных из этого мода. Это мы уже в пустоши находимся? Да, вот там, где начинается уже не очень ровная территория, это пустоши. Мы пока не начали работать над местностью за ним. Ну, по крайней мере, игроки еще не стали портить ее, как это часто происходит на серверах. Здесь уже полная свобода, да, получается? Да. Делать, что хочешь. Ну и с тобой сделать все, что хотят. Ну, да, то есть я могу добывать блоки, по сути. Ну, те блоки, которые позволяет твой класс добывать. Понятно. То есть, чтобы сделать полнофункциональный и полномасштабный город, да, это нужно собраться как минимум всем представителям класса хотя бы по одному, чтобы что-то сделать. Ну, наверное, за исключением чернокнижника, если не нужна сильная защита. Так, мы находимся в одном из первых городов игроков, насколько я понял, да? В первом и самом крупном. И называется он Винтерхолд. Если мне память не изменяет, пять секунд назад видел название и уже забыл. Да, это Винтерхолд. Вот, и то, что вы видите сейчас перед собой, это все игроки построили собственными руками. Каждый внес свою лепту. Я так понимаю, тут каждый старается и свой дом тоже отдельно строить при поддержке своих собратьев. Ну, тут у некоторых прям виллы целые. Да, кто-то действительно любит большие дома, а вот кто-то довольствует вот такой маленькой хипаркой. Несмотря на ограничения в Чанг, я вижу, что они неплохо живут. Да, на Чанге можно неплохо развернуться, на самом деле, при желании. Ну и строить вниз и вверх. Ну да, да, можно вверх строить. О, снег пошел, клево. Но тут же, чтобы расширить город тоже, да, надо денежку платить? Ну конечно, но это же такая большая. Многие жители платят налоги и на эти деньги расширяться было дурно. Ну, на самом деле я заметил то, что вне зависимости от размеров городов игроки поняли, что нужно делать. Они очень хорошо кооперируются друг с другом. Постоянно устраивают какие-то походы за ресурсами, за животными. Вот такие вот маленькие фермочки. То есть благодаря тому, что здесь есть классы, каждый занят какой-то своей работой, выносит свой небольшой вклад. И вот, кажется, я вижу первого аборигена местного. Скажи привет Ютубу. Ты общаешься с ним через окно. Отлично. У него очень удивленные глаза. Очень удивленные. Что это житель Гулд Кузнец? Житель... Это список жильцов местных? Да, и с указанием их профессии, на самом деле, очень полезный список. Ребята правильно сделали. Они сразу знают, кому обратиться. А, вот он о чем. Когда только открылся сервер, наверное, процентов 80 игроков заходили с классом рыцарь или лучник. То есть никто даже не думал о том, что в этой игре надо еще что-то добывать. Но потом уже все образно бились. Либо они думали, что они любым классом смогут добывать ресурсы. Потому что, в принципе, Майнкрафт... Хотя мы об этом несколько раз писали. Ну, вы же знаете, что... Да. Никто ничего не читаю. Несколько раз, да, недостаточно. Ну, они, на самом деле, двигаются в правильном направлении. Домики все как-то более-менее в одном стиле и выглядят аккуратно. Ну да, тут есть такой более-менее модерновый, конечно. Вот один выбивается из общей черты. Видимо, это какой-нибудь... Несогласный с системой... Да-да-да. Бунтарь. Если ввести команду Townlist, я вижу, что за то небольшое время, что сервер существует, уже было создано немало городов. Но, к сожалению, в целях сохранения такой хардкорности у нас нету карты мира, и мы не можем посмотреть, где находятся другие города. Хотя, на самом деле, это такой предмет многочисленных дискуссий. Пожалуй, мы вынесем это на голосование. Потому что, с одной стороны, карта сильно бы облегчила поиск дружественных городов. Ну и вообще, как бы, можно было бы оценить общую обстановку на сервере. Всем нравится смотреть на то, что они построили. Да, это все любят. Но игроки могли бы крафтить оригинальные карты Майнкрафта, ходить исследовать территорию, а потом продавать такие карты, например, другим игрокам. На самом деле, это хорошая идея. Кто-то этим занимается, на самом деле, потому что люди наконец-то вспомнили, что в Майнкрафте есть карта. Я заметил, что Майнкрафте один никто и не пользовался вообще. Вот идея для местных игроков. Делайте карты, продавайте их. Разведанные карты всем будут сподручны. Особенно разведанная территория вражеской какого-нибудь города. Да, я думаю, она будет на вес золота. В скором времени, не могу, конечно, сказать в каком точно, это все секретная информация, но в скором времени города смогут уже воевать за свои территории, будут, надеюсь, что эпичные сражения игроков. Конечно, онлайн сервер пока не очень большой, мы ограничили все это дело 40 слотами, но мы постепенно будем их увеличивать, как только у нас появятся дополнительные мощности. Мы надеемся, что игроки все это оценят, найдут какие-то свои пути игры. То есть здесь на самом деле, несмотря на ограничения, здесь предоставляется огромная свобода действий. То есть можно, в принципе, делать что хочешь. Уже я замечал, что есть такие союзы наемников, есть бандиты, которые от всех скрываются и стараются от каждого встречного. То есть люди потихонечку включаются в весь этот процесс, и игра становится все более интересной со временем. Я еще заметил, у вас тут мушкеты есть, да? Да, мушкеты, к сожалению, пока недоступны, потому что они, в отличие от остального оружия, как бы так сказать, они вносят очень сильный дисбаланс. И мы постарались его пока что ограничить, и будем, так сказать, выпускать разными партиями, в том числе и в будущих данжах, одним из сокровищ, которые сможете там найти. Да, это будет мушкет. Оружие. Тут есть даже пушки, которыми можно разрушать крепости, здания, города. Даже так. Но, пожалуй, мы их придержим до более поздних времен, когда действительно начнутся уже массовые войны. Для общего обзора уже достаточно информации нашим зрителям. Задавайте свои вопросы в комментариях, либо заходите на сайт сервера ru.defiscraft.net, правильно? Правильно. Да, правильно. Это адрес данного сервера, и вы можете регистрироваться и уже прямо сейчас пробовать играть на данном сервере, помимо остальных серверов. И у вас есть и ванила сервер, да, у вас есть индустриальный сервер. Да, есть два сервера, один сервер голодных игр и один сервер голодных игр, еще один, а просто с немного другим игровым режимом. Ну и наш главный сервер Омега, всеми любимый фрибилд, где все практически так, как у всех остальных, с некоторыми дополнениями. Ну, на этом я с вами прощаюсь, с вами был МГ Рамон, и я бегал по серверу и мешал всем местным жителям вместе с Сато. Пока-пока. И Икс Базан. Пока, был рад вас видеть. Удачи. Пришло время оценить сервер по трем главным параметрам. Общее впечатление. Визуальное оформление спауна, дружелюбность сообщества, отзывчивость администрации. Структура. Насколько хороша внутренняя система, как подобраны и настроены плагины, а также продумана основная идея сервера. Сопровождение. Учитываются такие факторы, как собственный лаунчер, проработанность сайта и его интеграция с сервером, Игровой магазин, а также техподдержка игроков. И, конечно же, итоговая оценка. Среднее арифметическое всех предыдущих оценок, так называемая главная оценка сервера. Итак, ролевой сервер ТАУ на Rucraft.net получает такие оценки. Общее впечатление. Пять ночей. Структура. Четыре ночи. Сопровождение. Пять ночей. И итоговая оценка. Четыре ночи. Я поздравляю администрацию сервера и игроков с такими хорошими оценками. И благодарю за участие в передаче. С вами был МД Рамон. И это по серверам от Крафт Шоу. Всем пока. Если вы администратор или владелец популярного сервера Майнкрафт. И вы хотите принять участие в передаче по серверам на Крафт Шоу. Вы можете связаться с нами по контактным данным, которые указаны в описании данного видео. Если вы не хотите пропустить следующий выпуск, а также другие интересные летсплеи и передачи на нашем канале, не забудьте подписаться.